11 регионов уже на сегодняшний день не имеют независимые розничные сети. То есть там присутствуют либо федеральные игроки только, либо это небольшие игроки нетрадиционной розницы, то есть рыночники, скажем так. Что касается развития вообще регионального ритейла, то есть прямо очень хорошие игроки, твердые на рынке в регионах некоторых. Там из наших коллег, которые в союзе независимых сетей, это Слата, Красный Яр, Костроме, Высшая Лига. Ну то есть достаточно много сильных, хороших игр, Евророс, которые достаточно хорошо и плотно себя чувствуют на рынке и уже имеют там 20-20 плюс процентов. А, соответственно, снять их с рынка уже никому не удастся, ни федералам, ни другим конкурентам. Ну а в целом, конечно, закон о торговле на сегодняшний день является таким катализатором ухудшения позиций независимой розницы, ну то есть не федерального ритейла. То есть у небольших компаний больше, получается, связанных... У больших компаний больше ресурсов финансовых, у больших компаний больше ресурсов информационных, и они очень успешно ими пользуются. Вот, даже обработка тех же, вот сегодня была сессия по цифровой, по цифре. Ну, понятно, что крупные компании, крупные игроки занимаются этим очень профессионально. Соответственно, это каналы информирования на месте покупателя, потребителя. Потребитель стоит перед очень хорошим потоком информационным со стороны федералов, и очень активно и пользуются этим. Соответственно, у федералов получается небольшая конкуренция в том числе. Ну, не конкуренция, а преимущество. А Союз, как Союз независимых сетей старается поддерживать своих членов? Ну, вот, создаем такие же проекты. Эти проекты реализуем. Совместные проекты, связанные с объединением в закупке. Совместные проекты, связанные с информационным обеспечением. Какие-то проекты, где ресурсы позволяют нам за счет совместного вложения получать в периоде хорошее преимущество перед остальными игроками. Ну, есть проекты интересные. Вы знаете, сегодня у меня день начался с разговора с представительным генеральным директором сети Бегемот Кемеровский. И вот он прямо сразу сказал, что с того момента, как он начал работать с Союзом, его дела пошли вверх. Потому что экспертная помощь и те возможности, которые перед ним открылись, для его сети, которая единственной региональной сети выжила в Кемерово, единственной осталась и борется, это по-настоящему здорово. У нас просто в Союзе есть так называемые профильные направления, там 4-5 направлений. Это финансы, human resource, управление персоналом, это логистика, это маркетинг, где есть очень успешные кейсы. Каждая сеть, которая получила какой-то результат, она этим делится. Соответственно, это информационное пространство для членов Союза открыто. И вот я, например, курирую логистический ресурс Юра Никитин из Аникса, он Чар, Олег Пономарев, финансы. И собираются специальные сессии, приезжают все заинтересованные сети и делятся опытом. Я думаю, что учатся, учат, это же тоже учить, это же тоже такая вещь сама в себе, то есть кто учит, тот получает. Конечно. Вот сейчас ритейл.ру в этом году празднует свое 18-летие. И если рассматривать вот этот возраст, возраст взросления, рассматривать его с точки зрения отрасли, даже пускай не 18, пускай 10 лет, что изменилось в умах, в стратегиях, в понимании участников отрасли? И что изменилось, и что вам хотелось бы еще изменить? Что мешает? Ну, я не могу говорить за всех, да, я скажу за себя, как руководителя одной из региональных сетей. Для меня изменилось, прежде всего, отношение к потребителю. Я начинал бизнес как дистрибьютор. Для меня взаимоотношения между моей компанией и моим поставщиком, иногда это был производитель федерального уровня, иногда это были производители регионального уровня, были всегда первичны. Это взаимоотношения, которые позволяли использовать ресурсы этого поставщика, выбор ассортимента, ценовая политика, все остальное, маркетинговые какие-то, акции, все это было больше сверху. Ну, то есть взаимоотношения вот именно производителя и моей компании, они строились на уровне, а давай попробуем вот что-то сделать, может быть, там потребитель это возьмет. То сейчас, буквально последние пять лет, я могу сказать, что все, что мы делаем, мы делаем только исходя из понимания, нужно ли это потребителю или нет. Если мне поставщик дает какой-то ассортимент, и раньше я его принимал, если он мне за это дает деньги, то сейчас однозначно я сначала спрашиваю у покупателя, что ты хочешь, и только потом завожу какой-то ассортимент. Если это акция, то акция это не на реализацию товарных остатков производителя, которые там у него застряли, и поэтому он дает маркетинг для того, чтобы подслить свой сток. А это наоборот, потребность от покупателя. То есть, нужен ли ему этот продукт, и нужен ли он вообще ему по такой цене, или вообще же ли он нужен ему даже без цены. И вот все это я могу так сказать. Мало того, что я сам, еще и моя команда, она вся научилась работать снизу, с рынка от потребителя. Вот я думаю, что кто на рынке это научился делать, тот на сегодняшний день, в общем, достаточно плотно стоит на ногах. Если кто-то из сетевого ритейла независимого регионального не научился это делать, до сих пор играет в игры, связанные с взаимоотношением сеть поставщик, то я думаю, что достаточно скоро он с рынка уйдет. Редактор субтитров А.Семкин